Прочту военные стихи, написанные вот в июле 42-го года, в дни самого такого отчаянного положения, когда немцы шли к Сталинграду. Вот, ну, вот, наверное, стихи, кто, я считал, что они, так сказать, старался воздействовать именно на духовную жизнь в обществе, как умел и насколько мне хватало для этого сил. Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под байвенчатым потолком, где ты в люльке, качаясь, плыл, если дороги в доме том тебе стены, печи, углы, дедам, прадедам и отцом в нем исхожены полы, если мил тебе бедный сад с майским цветом, с жужжанием пчел и подлипой сто лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме фашист стоптал, чтоб он сел за дедовский стол и деревья в саду сломал, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтоб фашист к ней, постоем встав, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, мыли гаду его белье и стелили ему постель, если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах, что погиб за Волгу, за Дон, за отчизны твоей судьбу, если ты не хочешь, чтоб он перевертывался в гробу, чтоб солдатский портрет в крестах взял фашист и на пол сорвал, и у матери на глазах на лицо ему наступал, если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать ты не смел, так ее любил, чтоб фашисты ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах ненависти в крови, все, что свято берег ты сам, всею силой мужской любви, если ты фашисту соужьем, не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь, знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь, и пока его не убил, помолчи о своей любви, край, где рост и дом, где жил своей родиной, не зови, пусть фашиста убил твой брат, пусть фашиста убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправданье нет, за чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят, раз фашиста убил твой брат, это он, а не ты, солдат, так убей фашиста, чтоб он, а не ты, на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял, так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его, пусть будет в тобой, пусть исплачется не тебя, а его, родившая мать, не твоя, а его семья, понапрасну, пусть будет ждать, так убей же хоть одного, так убей же его скорее, сколько раз увидишь его, столько раз его убей.